Молитва, Господи, Отец наш, Господи Иисусе Христое Божий наш, помилуй нас. Помилуй нас. Только что освободился. У нас утром идёт запись толкования Блаженного Афапилахта и события дня. Поэтому мы... А, вы новое что-то... Каждое утро у нас уходит на запись два с половиной часа. А вы начитываете снова? Начитываем и выставляем ролики. Люди просят, считать не можем, а слушать можем. Ну, хорошо, дело доброе, слава Богу. Вот в чём дело, Илья Ильич Ильич, я хотел узнать. Чтобы я посмотрел, как бы у вашей общины, да, это вот чисто в вашей общине, да, вот если человек выпил, да, напился, да, скажем, на два года отлучения от причастия. Да. И отдельно, когда у нас обеда, он отдельно питается в кочегарке. Ой-ой-ой, понятно. Ясно. Ой-ой-ой, интересно. Ой-ой-ой, так это по закону, это канон, говорит. Подожди, какой, какие? Второе правило, 43 апостольские постановления, там сказано, если епископ, там или пресвитер, или дьякон, или прекратит, или да будет извержен. Мирин, или прекратит, или отлучён. Или отлучён. А ещё какие каноны, вы говорите, каноны. А это не канон, это слово Божие говорит, когда называется братом-пьяницем, с таким даже не есть вместе. Нет, ну, пьяница, ну, он покаялся. Он покаялся и через месяц опять туда же. Он болеет, лежит, у него запой. Он не просто выпил. Он запой по неделе пьёт. Ну, это другое дело. Если запой, то его вообще положено отлучать, а не на два года. Ну, на два года совсем отлучать, этого тоже нет. Ты из крайности в крайность бросаешься, друг. Нет, подождите, подождите. Я вот как раз по апостольским правилам, 42-43 правила, значит, священнослужителей запрет на Мирян распространяется, так сказать, отлучение. Если не прекратит. Ну, хорошо. Условия. А, то есть, никакая эпидемия там не предусмотрена? Предусмотрена, брат. Брат, не надо дальше говорить. Если, говорит, человек пост не соблюдает, правила Аполлоска, говорит, отлучается на два года. Прошло два года, он опять пост нарушил, что его, куда девать? Правила другого нету, мы делаем по правилам. Ну, всё, этот разговор окончен, я засвидетельствовал, что дальше? Нет, то есть, вы по другому правилу, по правилу поста, да? И правила поста попадают под правила пьяности, они одинаковые. Так, у меня всё записывается, в интернет выставляется, не против? А, если это уже решили, мы давным, давно уже всё, конечно, выставляется. Ну, всё, ладно, говори. Ну, вот, я хотел просто узнать, я обыскался всё. Вы же знаете, что у меня есть там, чё, 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 чё. Ну, давай, давай, показывай. А-а-а! Ну, я, вы знаете, только вот два правила, второе и сорок третье, но там говорится по-другому. Ну, значит, это у вас по правилам нарушение поста идёт. Да, нарушение поста, это не только 100 глав, это все каноны показывают. Вот у меня в книге... Нет, 100 главе этого нет. Книги, тут нету, правильно. В книге к истинному православию там указываются у меня все правила, и полностью правила скопированы туда. Два года, дальше у нас нету. А сколько... Вот, допустим, человек впал в блуд, а отлучается на 7 лет. Ну, прошло время, но опять попадает в блуд. Другого правила-то нету. Его снова на 7 лет. Другого нет правила-то. Мы не можем его усугублять, то есть удваивать. Нет, это никто не говорит об удваивать. Просто меня что смутило? С блудом всё понятно. С блудом прелюбодеянием. Непонятно мне было с пьянцем. Это общинное правило вашей общины? Нет. Это одно дело. Это одно дело. А каноны, это... Я посмотрел каноны, канона такого нет. Есть такое. Есть, есть. Я вам покажу потом в книге. На 2 года отлучается. Всё. А он теперь протрезвился. 2 года прошло, он причащался. Проходит полгода, он опять впал. Какое правило? Другого нету. 2 года снова отлучили. Так, я ответил. Спорить не надо. Я вам ответил, и всё, наверное. Я не спорю, спасибо Боже. Я просто говорю. Нет, вы можете спорить, но я спорить не буду. В Церкви Божьей обычно нет такого. А кто не может спорить? Я-то могу спорить. А вы спорите. Написано, фарисеи спорили с апостолами. Но апостола не спорили. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Вот запомни это. Я-то это слышал от вас. Да. Но дело в том, что знают. Но тема закрыта. Я ответил. На этом месте уже не могу ответить по-другому. Мы 2 раза уже провернули, и я опять тоже отвечаю. Следующий вопрос. Все, я понял, понял, понял. Давай, пожалуйста, следующий вопрос. Ну, а следующий вопрос у меня какой? Остальные вопросы у меня все решены. У матросов нет вопросов. Так, Сергей, послушай. Вот один говорит. Я пришел в православие уже сколько лет. И искал, ну, где бы увидеть настоящую литургию по всем правилам. И когда увидел у нас, говорит, наконец-то Бог мне сподобил увидеть. Ну, посмотри, когда у нас причащаются. Какой порядок, какой стройность, как дети причащаются, как поют. У нас даже с места на место ногами не переступают. Откуда правила Василия Великого? Дорожая служба оценила это. А вот навести порядок, чтобы были люди по корме одеты. Вот за 7 минут у нас все заходят и не шевелятся, молятся. Пока царские врата не откроются. До этого нигде не сделают. А было желание. Кто бы ни прижал священникам и епископам, всем нравится. Но выполнить ни один не мог. Почему? Свои задушили. Свои. Да, и желания не было. Ну, и свои задушат. Задушат, задушат. То есть и свои задушат, и свое желание пропадает. Потому что, вы знаете, чтобы было для кого делать, чтобы делать, что поделать, надо было для кого делать. Да. А ты найди для кого делать, кому это еще, кроме тебя, одному нужно. Да. Он приедет к своему монастыру, а там это никому не нужно. Народ там туда-сюда ходит, никому это не надо, они привыкли к одному. Ну, вот, а он, даже если захочет, а прошло там неделю-два, он уже забыл, у него потухло все, что он хотел. И все, и так осталось. Это понятное дело. Это же никто не делает. Я хотел сказать, знаете, собрались священники, иногда даже приглашают в епархии, где там, иногда, бывая, в сонме епископов даже было там. И вот, я говорю, вы хотите, чтобы Христос к вам пришел, да, он у нас, а как вы узнали? Я говорю, очень просто. Театр с вешалки начинается, а храм Божий с порога. Пока Христос не пришел, шла торговля, а Христос пришел, выкинул. Первый раз называют дом торговли, а второй раз, вертепный понедельник на Страстной Седмице, называют вертеп разбойников. Так если Христа нету, там торговлю, уберите торговлю, вам ее не убрать, потому что вы убрали Святую Десятину, и поэтому вы обязаны Мамоне дать место. А Мамоне, над ним был бог Меркурий, у него крылышки на ногах, он у вас носится, а вы слепые не видите. И звенит крыльями. Интересно, у нас большой такой, как сказать, крест вырезанный, ну и слева, справа там Богородица, и стоит с самой стороны мужчина, да и я. Да, и рядом поставили, подходит когда к исповеди, мимо идти, обязательно положить там деньги в эту, в кружку-то. А я пришел к настоятелю и говорю, зачем вы Иуду-то здесь у Христа поставили, какого Иуду? Ну вот, где Божья Матерь, да это я, он деньгами не возился, это Иуда, я говорю, вы его поставили хранителем-то. Они, гляжу, не знают, что делать, но кружку убрали. Ну вот, не, но я недавно говорил с братом Марьясовым, он говорит, что у них в Краснодаре там взяли, откуда-то с севера, ну то ли с Валаама, то ли с Соловков, монахи привезли какой-то камень с кровью монахов, которые их расстреливали. И поставили там под распятием, вот тоже такое распятие большое, куда люди пришли, поставили камень, чтобы он, он зацелованный там, за это, за лизанный, все, он говорит, а что вы, что вы Игола поставили, какого Игола? Ну камень-то зачем, он нужен-то, этот камень здесь, что вы от него хотите получить? Камень есть камень, привезли, ну кровь на нем, это монахов, ну а что? Вы, Христа, каждый должен сесть со Христом, ну и в общем вот такое, она там поговорила, ну так и остался камень этот, так лежать. То есть у монахов просто мальчики направлены на другое. На деньги, на деньги, им денег не хватает, а работать не пойдут. Да, и деньги, деньги это одно, это уже попутное, но самое страшное, даже если было бы деньги, это полбеды, это как Христос взял бич и выгнал, просто. Здесь просто страшнее, здесь в мозгах уже идолопоклонцы, они вот это делают, и они не понимают, что они делают, вот в чем дело. Они считают, что угождают Богу, кланяясь вот всяким вот этим вот суррогатом. На работу братья пошли. Пошли на работу. Да, вон они, я их сейчас провожу. Молитесь, Бог благословит вас. Считай громче. Благослови и укрепи нас, Боже, сохраняй от всякого рода зла. Тебе слава за все. Реки и кок. Аминь. Ну все, с Богом. Помоги, Господи. Все, с Богом. Идите. Да благословит вас Господь. И Никита тоже там. Никита уже ушел, это у нас Роман. Вон они стоят. Помашите рукой Сергею. Сергей, поклон. Вот так. С Богом. Помоги, Господи. Давай. Ну, самое страшное то, что, понимаете, как бы, если бы они были бы просто отступниками, ну, деньги делали, их можно устрелить и сказать, что ж ты делаешь, сукин сын. Ты что делаешь? Зачем ты ради денег поносишь эта церковь Христову? Ты же делаешь предательство. Он не понимает, он искренне, искренне заблуждается. Он не понимает вот этого. Вот в чем дело. Он считает, что они служат, и вот это вот надо, это обязательно издало поклонство, вот мощи вот эти вот надо выкапывать, резать, развозить по храмам. Вот, чтобы люди шли через эту благодать, искали старцев каких-то, то есть они боятся, чтобы человек встретился с Богом сам. Как это? Вот как вот говорится. Я сегодня в событиях дня показал, там один написал, говорит, беседовал с одним, он про Софрина говорит. Вы не смейте это, люди приходят, ничего не понимают. Отнимение их вот этот запах ладана, свящей, храмы-то пустые будут, как на Западе. Будут, давайте, по фитнес-клубы. Я говорю, а какое у нас, говорит, торжество? Туфлю привезли, говорит, туфлю Спиридона Тримифунского. Туфли, я говорю, а почему они посчитаются? И каждый год, говорит, надевают новые в гробнице ему. И, говорит, к концу года они стоптаны у него. Я говорю, да там сторожа проверить надо. Это во время Петра Первого, Петра Императора, стали говорить, что иконы плащут. Он говорит, а ну-ка расследуйте. Они там трубочки медные подвели глазам-то, и когда зажгут, масло-то нагревается. Петр сказал, если еще иконы будут плакать, ваши задницы будут реветь. Кровью. Ну да, он так сказал. Нет, дело в том, что, как бы, они искренне верят, что вот, и воспитывают народ, что вы ни на что не способны. Все. Вы мусор. Они не верят, что за вас вышел, умер Христос. Что вы должны встретиться со Христом. Что вы должны, вы чадо, за вас умер Христос, а мыл кровью. Что вы, священники, взятые в удел. Если вы понимаете, если иудеи, и они были взяты в удел, и они были так высоко ценились, и сейчас ценятся. То, когда Христос умер за людей, за этих, он провел кровь. Как же умаливают, такую большую, величайшую жертву умаливают. И обязательно нужно посредники какие-то там, ну, куча святых, куча мощей, куча каких-то старцев, которые это самое, сами Библию не знают. Сергей, узнает тебя, архиерея отлучит от церкви сразу, как еретика. Откуда у него, что, есть время заниматься этим? Да он меня никогда в жизни не... Такие большие корабли в такие гавани не заходят. У них карма не помещается для таких гаваней. Это слишком большие корабли, которые... Карма в эту гавань не поместится. То есть то, что вы говорите, это не является тайной. А то сегодня меня пугает Игнатию Технущу тайной не говорить. А я, говорю, не просил говорить с вашими тайнами. Кого-то обкрадут и говорят, а они увидели. Я говорю, они и без этого видят и воруют. Трясутся. А какая тайна? А что тайна? В чем тут тайна? Я говорю, знаешь, что-то где-то что-то увидели, что у него богатое стоит, и украли. И теперь он умирает от страха. Да тебе Бог хоть не нужно освободил, ты Бога должен благодарить. Как у этого, у Максима Козлова, МГУ. Там мощи святой Татьяны были в иконе. С цепочками прикованы. И оторвали с цепочками, унесли, найти не могут. А Иосиф Муньо съездил с этой Сиверской. Убили, иконы нету. А Казанскую Божью Матерь до революции, что, из интернета, что ли, узнали про нее? По сей день нету. Ну, ладно. И для нас-то есть и нет, это дело не сятое. Для нас, если когда слова Божьего нет, это вот страшно. Вот это страшно. Когда нет связи с Богом. Когда чувствуешь, что душами спокойно грех сотворил. А самая простая икона, какая не была, есть она для образа. Да, да. А там, мы же знаем, вот в 70-е годы, вы Сергию, схемонахия Сергия, пульхерия, которая в Алтарь зашла. Да, да. Она вот чем-то спасалась. Ничего не знает. Но зато у нее все стены с квартирой были обвешаны иконами. Разными. Там от маленьких до больших. Все. Да. Другая схемонахиня, не схемонахиня, а монахиня. Да, я знаю. Говори. Слышите, да? Очень хорошо слышу. С отцом Леонида, отца Леонида Грошева, там знакомая, монахиня, тоже во Фрунзе приезжала, Антония. Она бегала каждый день, все новые акафисты, у всех спрашивала новые акафисты. Я не знаю, когда она их успевала читать, акафисты, она собирала акафисты. Каждый день прибежит, какой-то акафист выдумал, и там слышать не слышал про такой акафист. Тому-то святому, такой-то Божьей Матери, там это самое. Я думаю, когда вы читать их успеваете-то, эти акафисты, здесь утренние и вечерние молитвы успеть бы. А акафиста, будь здоров, сколько времени-то занимает. Это хорошо, что кто-то как спасался. Но Слово Божие не знали. У вас где Пульхерия-то была? Пульхерия где была? В каком храме? Пульхерия? Да. Сергия. А где? В какой церкви? В Воскресенском нашем Бишкеке. Это где? В каком городе? Ну, Бишкек. Ну, так вот, Бишкек-то, когда я поговорил, тогда был Владимир Светков-то, я сказал, женщина не должна входить. 44-е ладикийское правило. И когда она в следующий день-то зашла, ее уже почитают, она черная, туда-сюда. И он ей говорит, больше не заходи, нельзя. Меня Владыка благословила. Он говорит, канон не благословляет. Как она взыграла, ты понял? Я помню, помню, помню. Так она, знаете, она совсем с отшибленными головой была, где тетка. Заходит человек, я там начинаю проповедовать ему о Христе, она мне слово, вот ее бес просто слова не дает мне сказать. Я слово, она слово, я слово, она слово, я слово, она слово. Я уже не могу, я говорю, ну хорошо, говори, убежал в алтарь. Она за мной бежит успокаивать меня. Чего ты меня успокаиваешь? Пришел человек, панамарху Господь привел, иди с ним разговаривай. Ерунду говорила всякую, мешала мне дуять. А теперь я ушел, ты за мной бежишь. За мной бежать не надо. Вон человек Господь привел тебе. Послушай, Сергей, а ты был или нет в храме, когда меня там арестовывали? Я в 80-е годы, когда вы на карантине были, я уже тогда был, когда на карантине. Я стою сзади части, там наверху хор, и меня кто-то за руку тянет, я обернулся милицией, они меня... А я на кресло-то вышел, а там такая сварка, я руку туда засуну на излом-то, они рвут, руку не могут. Вот, а тут моя сестра Евдокия выскочила, и священник из алтаря, отец Валерий-то. Ну и милиция тут не знает. Я говорю, я не уйду, пока служба не окончится. Тогда с обратной стороны милиция зашли в панамарху, я встал на колени, и они стояли до конца службы. А потом повезли, и в телефон говорят, Златоуст-2, Златоуст-2. Я говорю, захватили, это позывой у них был. И когда пришли, а этот, который сидит там в уголовном розыске-то, и бумажку пишет, они говорят ему, ну что он делал-то? Ну, молился. Ну взяли-то, что он делал? Что говорить-то, когда тут люди? Ну он ничего не делал, ну настоятель там это, ну конкретно за что взяли-то человека? И он эту бумажку взял, в руках искрутил, и ничего нет. А тогда уполномоченный по религиозным культам, там Вишняков был, он говорит, это вы не смотрите, он прикинулся ягненком. А на день троицы он как во дворе говорил о Боге, а это нельзя делать. Нельзя никак, это нарушение религиозного там правила 142 статьи уголовного кодекса-то. А этот-то сидит, говорит, ну мне надо за что-то задержать, арестовать-то, ничего нету, и отпустили меня. Вишнякова я помню. Вишнякова Алапаев был, Алапаев, Сергейс. Так это, Сергей, а на Пасху-то, а мой Павел, Павла-то ты знаешь, он договорился, священник говорит, не дают звонить, он говорит, а я сам на себя возьму. И зашел и заперся там. Ну и когда уже надо звонить, он начал там в колокола, а колокола там, наверное, лет 30 и звонили-то. Прибежали, уполномоченный приехал, милиция, ничего не могут сделать, если бы у них были там пушка, они бы из пушки ударили-то. Ну а когда Павел-то сошел, а уже народ вокруг, они его не взяли. Они колокольного звона, как демоны, как мусульмане боятся. Боялись, да. А это, кто писал проповеди-то отца Николая, игумена-то? Был игумен Николай вот этот такой, полный. Он сам говорить-то не говорил, говорит, ну если напишите, и по-моему Павел ему проповеди писал, или кто, и он на силу, но он читал. А потом у вас за это куда-то сослали из Бишкета. Юродивое православие. Да, юродивое, юродивое. Вот такое. Ну что же делаешь, вот иди как. Такая ситуация. Сегодня выставили икону. Кого? Вот этого Павлова Арсения Моторолу-то убили, его икона уже. Он скрестил. Икона уже все, уже все канонизирует. Убийца. Бандит настоящий был. Вот понимаете? Бандит не бандит, но судить мы не можем. Он, он говорит о себе, пленных. Сразу он, он что, предстоит предбога за нас? Да главное, с погонами стоит. Он бандит настоящий. На чужую территорию пришел и пленных расстреливал. Я о нем биографию все узнал. Он никто. И главное, стоит с крестом. И кто, он не просто так, а защитник, догадайся чего, лифтов. Что в лифте его убили-то. Он всегда не защитил в лифте. Защитник лифтов? Да. Покровитель лифтов. Это придумали так. Ну да. А как? А как у католиков Исидор, покровитель интернета? Нет, ну я, то есть у людей мозги ошиблены вообще. Вообще мозги ошиблены, как у курицы. Так, Сергей, если живот болит, кому молиться надо? Я не знаю. Артемию, Артемию. Святому мученику Артемию. А почему? Ему взвалили большой камень на живот, и у кишки вылезли. Поэтому молиться надо ему. А когда зубы болят, кому молиться? Антипи. А почему Антипи? Не знаю. Потому что голову отсекли, а в голове есть зубы. А когда советские ракеты, вот эти, называется Сатана, их охранять кто должен? Ты знаешь, кто покровитель? Мученица, велика мученица Варвара, римлянка. Даже советские ракеты охраняют. Это Грачев с патриархом Алексеем Вторым Ридигером установили. И она сейчас покровительница. Девушка, римлянка. Почему? Потому что когда бежала от отца Диаскора, ее горы закрыли. А ракеты находятся под землей, разворачиваются. Вообще-то здорово. Они жития знают. Немножко. Нет, смешно, конечно. Я просто это самое... О Михаиле все не могу вспоминать. Не могу на этот... Буряков Михаил. Вы никак на него не можете? Нет. А ты выйди вот как. Заряди Никодим. Никодим Буряков. Он в Америке. И через него постарайся выйти. Во как? Я могу узнать его телефон у отца Акима. Он заезжает к нему. Вот. Я бы очень хотел узнать. У меня нету. Мы здесь уже лет 20 слишком. Да где 20? 1993 год. Ну, уже 23 года, 24. Да, 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 да. Он меня помнит. Он был бы рад, если бы я с ним... Хорошо. Ну, жаль, что Павел вот так вот. Да. Я бы с ним Павел. Я у Мариаса спрашиваю. Ты не знаешь? Он говорит, да я слышал, что есть такие люди. А никогда их не знают. Ну, вот видишь, как. Когда Тихонович тоже не знает. А это близкие мне люди. Мы же сколько времени провели вместе. Такие вещи, что... Ну, так вот и пожелаем. Ну, слава Богу, узнал я там все, что хотел от вас. Спасибо, Господи. Вот я не понимаю, сейчас вот злоба на московскую патриархию идет от всех. Вот я посмотрел. А сами они... Вот это вот какая-то катакомбная церковь там истинно православная. Какой-то патриарх там такое лицо, что лошадям с глаза стыдно смотреть. Вот такое лицо там ни в один телевизор не поместится. И рукополагает 16-летних, там всяких 14-летних, воепископы, в хорепископ рукополагает. А тот хорепископ, его говорит, если ты мне не рукоположишь, я напишу заявление в милицию, я обращусь. Я удивляюсь. Вот это да. Вот это до чего дожили. А на нашу патриархию начинают, что вот вы такие... У нас хоть порядок, у нас если узнают, что худое выведают, так попа этого выгонят-то. Наш поп хоть боится согрешить там явно что-то. А ваши это... У нас только проблемы, у меня лично проблемы, что не учат народ и перекреститься ни один не может. А если перекреститься не может, значит неверующий человек. Начинается что? Я смотрю на что? Как человек крестится? Если крест на себя кладет верно, все, это значит с Богом, это Бога боится. Как только начинает по-всякому там искажать, все, это уже... То есть человек неверующий точно, Бога не боится. И это для меня все. Я вот взглянул, я уже скажу, кто какой чего. Как вот ткачок вот этот Андрей. Говорит, 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 и то, и все, и всякое, и всякое, и всякое. Вышел на Амвон, как крест сломал, да так еще враг не сломает крест еще, так как он делает. И все, до свидания. Он позвал свой жену, вот ваш идол, смотрите, как он крест на себя кладет. Для меня достаточно. Все. Никаких разговоров быть больше не может. Раз не может на себя креста наложить, это так и это, смотри, там, бешкерский, это тархиерей тоже. Так вроде бы что-то говорит, как перекрестился, ой, ешкин, как же так. Ну, один слом. Вот для меня два. Это что не учат народ по Библии и что креститься не умеют. Вот это вот наша патриархия. Ну, а сами там говорят, вот грех такой, говорит, такой, это вот у этих вот, которые отделились, они это отделились, чтобы быть самовольными и грехи творить. Они еще хуже. И вот почему я хочу Михаилу сказать, мы пережили то время, когда нас душили. Мы были, над нами страшно висел, как меч, вот это вот, мы задыхались и собираться не могли, только потом собираться стали, в 80-е годы. Вот это, совет по делам религии, там, слова сказать не мог. И мы пережили это. А сейчас, когда такая свобода, и в церкви можно, в общем-то, и проповедовать, если хочешь, и трудиться, и все. Только, и даже нам на священника иметь влияние, мы начинаем разбегаться по всяким там, по щелям, там, какие-то, выходим из общины, создаем какое-то свое. Зачем? Непонятно мне. Тогда не создаем, а сейчас-то тем более не надо. Я так считаю. Как вы считаете? Я так и считаю. Полностью, на 100% согласен. Вот. Пережили такое гонение, тогда, ладно, и выходили. Я понимаю, потому что душили, невозможно было находиться, все попы были предатели. А сейчас я попам более-менее доверяю. Почему? Ну, ладно, там, ну, я вижу, что у него какие-то есть верующие, какие-то попытки веры. Он старается учить сам. Не умеет, но старается. А тогда вообще боялись. А вы слышали, что в Красноярской епархии двух священнослужителей за нарушение канонов, они там перешли в Нью Эйдж и продолжали в православной церкви насаждать. Там Боев, кажется, отец, два, диакон и священник. Я даже подивился, смотри, да, притом исследовали их долго, допрашивали свидетелей, и на 10 лет запретили носить одежду и крест. Я говорю, она ему не нужна. Они как клоун этот, Сергей Журавлев, архиепископ на обновленческой церкви. Ну да, ой, да. Это, который вот Матсу там говорит, это самое основное, это Матса, вот это вот, да что же это, Иуда какой-то. Да, да, да. И не в Матсе дело, но ты же пойми, ты в Санагоге покупаешь ее. И потом это говорит, несет, что попало, совсем не понимает. Я вот так вот, у нас однажды мы беседовали, вот Женечка с Израиля, я, потом вот эти вот с Украины, ну, наши братья, вот эти вот, которые сейчас в православие обращают. Там Ривка, она вам звонит, Ребека, ну, они участвуют, там Александр, вы знаете их. Да, знаю. Вот, и такой он вас тоже знает, он из Барнаульской епархии, Александр. Он сейчас Александр Миронов, он был такой иеромонах Сергий, потом он уходил из Московской патриархии, возвращался в патриархию. Сейчас он, и это, православная церковь Европы. Ну, и что, значит, он начал говорить, вот мне, поскольку Христос совершал Пасху на пресном хлебе, вот, и поэтому мне по душе всегда только пресно. Я говорю, ну, это хорошо. И говорит, мне квасного не по душе. Я говорю, здравствуйте. А вы знаете, что вот иудеи никогда пресный хлеб не ели, кроме Пасхи? Вот Пасха закончилась, Мацар, все. А потом мы хлебопреломление-то совершали ежедневно и круглогодично. Уже был квасный хлеб. Какой же пресный хлеб? Все. Это иудейская традиция, не только и... Все. И на пресном совершали, и на квасном совершали, потому что пресного не было. Любой хлеб брали. Я говорю, как же так? Если вы не знаете, то чего вы проповедуете? А на разборе Священного Писания стали говорить, он говорит, вот я признаю и одинарное погружение, и тройное. Я говорю, здрасте. Вы 40-50-е правило о чем говорится? Что ни в коем случае нельзя в одно погружение. Если еще обливание в некоторых случаях допускается по дедахам, обливание допускается троекратное, то троечность, она соблюдается всегда, одинарность, она всегда отвергается. Это не крещеный. Ты должен прикрыть. А я признаю, потому что Христа в одно крещение погружает. Но тогда в покаяние, хотя Христос и не требовал покаяния. А вы-то во что креститесь? Вы уже христианин, вы обещание Богу доброй совести служить. Совсем другое крещение. Прикратно. Сергей, это все искусственно. У них причин разделяться нет, кроме одна. Называется «Гордыня». Отойти. Отойти и заниматься своими делами. Чтобы на них не было шапки, чтобы не начальство не было. А потом можно делать всякие беззакония и все. Как вот это, 16 лет назад. Ты работал когда-нибудь? Никогда не работал. Вот до 25 лет дожил, епископ он уже 25-летний. Женя говорит, ему только сейчас где Ханаровка полагаться. А он уже 5 лет епископ, 20 лет только положился. И говорит, его звать, ты когда-нибудь работал? Никогда не работал. И нет. А где учился? Нигде не учился. Ну и какой же ты епископ? Какой у тебя опыт жизненный? Вот и все. Смех, смех один. Нет. Вот такие, Игнат Тихонович, вещи. Да. Рад был вас очень видеть. Давно с вами не беседовали. Ну, что хотел я узнал от вас рассказать. И про это посмотрю Никодима. Где смотреть-то его? Я не знаю, где-то он заходил ко мне, кажется, то ли в скайпе или где. Ну, зайди в моем мире. В моем мире. А, в моем мире, посмотри. Да, это позаряжай везде, может, найдешь его. Дело в том, что он мне недавно писал, что наши ролики смотрят. Ну, хорошее такое. Я, значит, посмотрю в моем мире и посмотрю в этом самом. Он там хором руководит. Он же здесь в Гнесинской закончил, в Москве. Ну, да, да, да. Я знаю, что он музыкант. Такой музыкант. Ну, слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Ну, ладно, Игнат Тихонович, может, да, в два часа на разборе встретимся. Спасибо. Все, с Богом. Спасибо. Завтра утром смотри, может, я за ночь закачаю это. Хотя я не качаю, другие делают. Ну, это я поставлю. Ну, да. Спасибо, Господи. С Богом. Храни тебя Бог. Спасибо. 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 Спасибо.